И если Наринмарская экспедиция только в начале своего пути, то за спиной поморских путешественников 32 дня, более 10 населенных пунктов и более 600 снежных километров. Именно столько прошли участники лыжной экспедиции памяти героев лыжный батальон. Сегодня путешественники добрались до Наринмара, конечного пункта многодневного похода. С чего начинается родина? Этот вопрос с самого детства не раз задавал себе руководитель поморской экспедиции Александр Шаларев и нашел ответ – с малой родины. Он полностью обошел Белое море, посетив почти все поморские села. По мнению Александра, без изучения географии в комплексе с историей родной земли невозможно патриотическое воспитание молодежи. Здесь уникальная для этнографов такая площадка. Здесь сплав трех культур. Это северо-русская поморская культура, это коми, зыряне и ненцы. То есть вот этот мультикультурный сплав очень интересен с точки зрения этнографии. Не так давно Александр со своей командой реализовал проект «Поморские берега». Он был рассчитан на пять лет. За время реализации проекта было составлено этнографическое описание поморских сел Белого моря. Тогда Александр Шаларев и его единомышленники поняли, что материалов о поморском крае крайне мало. И это работы конца XIX – середины XX веков. Как живут поморские села в XXI веке, они знают не понаслышке. За четыре года организации проведено семь этнографических экспедиций по побережью Белого моря. За это время было пройдено 2600 километров. Изучена история и состояние 65 поморских сел. Собран уникальный материал по географии, социологии, истории, биологии и экологии. Вот и сегодня закончился еще один лыжный переход длительностью в 32 дня. Переход, который стартовал в Мизене, а финишировал в Наринмаре. «Были ключевые моменты. Здесь на самом деле четыре этапа было. Тяжелый участок был по берегу моря, донеси стартовый участок. Но это всегда, сколько ни готовься, он всегда тяжелый. Пока обработается коллектив, пока мышцы, все обработается. Потом был очень напряженный участок у нас до Нижней Пеши. Ожидался, что будет напряженный. Но, к счастью, подули очень сильные попутные ветра. Мы просто пролетели. Ну, только что паруса не было». Пять лыжников, среди которых две представительницы слабого пола, прошли более 600 километров наравне с мужчинами. И никаких поблажек. Порой преодолевали до 200 километров автономно, когда на отрезке не было населенных пунктов и спать приходилось под открытым небом. «Было, наверное, тяжело первые дня 2 или 3, когда невозможно тренироваться с рюкзаком. Такой вес, ну, сколько там у меня было, 23, наверное, килограмма. Мне как бы, как спортсмену, непривычно оттаскать туристические рюкзаки, потому что туризма у меня в моей жизни еще мало было. Вот, наверное, такого большого первой обычно неделя максимум, а тут месяц». Позади они оставили Верхнюю Пешу, Несь, Вижас, Ому, Коткино, Великовисочное. Поселки Неницкого округа порадовали архангелогородцев развитой инфраструктурой, гостеприимством и богатой культурой. Яркими впечатлениями собранной информации Александр и его команда поделились с учащимися и студентами округа на встрече в Краеведческом музее. Материал, собранный в экспедиции, станет основой для создания презентаций, лекций и книг. Главная цель – большой проделанной работы, чтобы малая родина стала ближе. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».